Дорогие друзья, здравствуйте! Информационный блог от Славянской Церкви Адвенчества седьмого дня здесь, в городе Сакраменто. Мне очень приятно поделиться информацией о жизни и служении нашей общины. Итак, в эту субботу утром начинается молитвенная неделя в нашей церкви. Мы очень надеемся, что это будет благословенное время для каждого из нас. Мы готовим особенные служения. Было бы очень классно, если бы вы могли так составить график на неделю предстоящую, чтобы у вас было больше свободного времени, насколько это возможно. Я вообще хотел бы, чтобы мы сделали такой челлендж или вызов. На неделю отложить все социальные сети, кроме необходимых, которые связаны с работой. Убрать или отключить телевизор. То есть попробовать чуть-чуть дальше отойти от всех тех вещей, которые нас очень часто отвлекают и сосредоточиться на нашей жизни. За эту неделю еще раз глубоко поразмышляйте над тем, какие отношения у вас с Богом, какие отношения в вашей семье, что хотелось бы поменять к лучшему для того, чтобы наша жизнь, она могла быть благословением для тех людей, которые нас окружают. Мы очень надеемся, что эта неделя, повторюсь еще раз, будет благословением для каждого из нас. Первое служение будет уже на утреннем служении. Проводить его будет у нас Сергей Хабюк. Следующая встреча будет в эту же субботу в 6 часов вечера. В воскресенье мы встречаемся тоже в 6 часов вечера. А среди недели в 7 часов. Четверг будет выходной. Всех с нестерпением ждем. Постарайтесь сделать максимум, чтобы вы присутствовали в Царьке. Потому что та атмосфера, когда мы вместе молимся, когда мы вместе просим Бога, чтобы Он особенным образом касался нашей жизни, ее невозможно прочувствовать, когда вы сидите дома у телевизора. Поэтому еще раз ждем вас на каждой встрече, которая будет проходить на протяжении всей последующей недели. Также напоминаю, что 19 октября у нас будет праздник урожая. Мы с нетерпением ждем тоже всех вас. И прошу, приглашайте ваших друзей и знакомых, чтобы этот праздник был миссионерской программой для многих людей. Ждем всех вас с нетерпением. Начало будет в 6 часов вечера. Ну, а как я уже не раз говорил, 20 октября мы ждем всех тут детей. Ну, наверное, с их родителями. Наверное, они сами не приедут. Всех детей на осеннем фестивале. Тоже будет очень интересно и увлекательно. Так что всех-всех ждем. Напоминаю, мы и дальше ищем человека, который мог бы быть администратором программы молитвы передвигающей горы. Главная задача этого человека будет договариваться с людьми из нашей страны, из других стран о том, чтобы они принимали участие в программе молитвы передвигающей горы. Нужно будет составлять график, ну и, скажем так, общаться с людьми, с которыми мы договорились о проведении программы на протяжении всего времени до самой записи. То есть надо будет что-то корректировать, подсказывать и так далее. Я буду очень рад, если кто-то из вас откликнется на этот призыв и станет частью нашей команды. Это очень важное служение, и нам бы хотелось, чтобы эта проповедь Евангелия, которая вещается и через эту программу, она достигала еще большего количества людей. Так что, пожалуйста, если вы хотели бы стать частью этой команды, пишите или звоните мне непосредственно. Мой номер телефона 916-254-8182. Будем очень благодарны вам за ваше служение. Напоминаю, что у вас есть возможность принять участие в социально-евангельской проекте. Я уже говорил, это проект, где мы собираемся вместе, то есть это будет много людей в одном помещении, и там мы будем фасовать продукты для специальных пакетов, которые потом будут отправляться в страны третьего мира, где люди нуждаются в еде. Этот проект будет существовать только один день, то есть он будет работать только один день. Это будет 18 октября, и если вы хотели бы стать частью этого проекта, обращайтесь к Софии Резак или к Александру Хачевскому. Их номера телефона вы сейчас видите на экране. Еще один проект, тоже, который осуществляется уже непосредственно теперь нашей церковью. Детское дело нашей общины, сотрудничая с нашими братьями и сестрами из Украины, решили собрать 120 подарков для детей, которые в результате войны стали сиротами или полусиротами, или чьи отцы сейчас оказались на фронте в результате этих военных действий. Поэтому я знаю, что очень много детей уже разобрали, потому что у нас есть информация о детях, то есть их возраст, их рост, размеры, их пол. Но есть еще, наверное, где-то детей 30, которым нужно подготовить подарки. Если вы хотели бы присоединиться к этому проекту, и вы об этом еще не узнали, или вы уже взяли ребенка, то у вас есть возможность взять еще одного ребенка и приготовить две посылки, а не только одну. За дополнительной информацией вы обращайтесь, пожалуйста, к руководителю детского отдела нашей церкви Лилии Риза. Мы будем очень благодарны, если вы тоже станете частью этого проекта. И к Новому году дети смогут получить этот удивительный подарок, где вы можете, кроме всего остального, а перечень Лилия вам продиктует, можете написать письмо по желанию, фотографии вашей семьи, чтобы это было, знаете, от сердца к сердцу. Я думаю, что это оценят очень сильно те дети, которые получат эти подарки. Так что, приглашаем вас принять участие в этом проекте. Еще одна просьба или информация. Двое молодых людей, два парня, 19-20 лет, срочно ищут снять в аренду жилье. Им нужна комната. И если вы можете помочь в этом вопросе, будем вам очень благодарны. Сейчас номер телефона вы увидите, по которому вы можете обращаться, если у вас есть какого-либо рода предложение по этому поводу. Еще раз будем благодарны за вашу помощь и участие в этом вопросе. Молитвенный брок. Вначале хочу искренне поблагодарить всех тех, кто молился за мое с моей супругой путешествие небольшое канату в прошлые выходные. Это была благоскоренная встреча. Мы встретили многих наших братьев и сестер, наших знакомых, с которыми мы общались раньше в Украине или в других странах. Также было несколько семей, которые впервые были на подобном мероприятии и не являются членами нашей церкви. Это была благословенная встреча. Я еще раз благодарю вас за то, что вы молились. Я чувствовал, как Дух Святой использовал нас в этом служении. Благодарен всей команде, которая организовывала это мероприятие. Передаю привет всем, кто был на этом мероприятии, если вы сегодня смотрите этот информационный блог. Это было чудесное время. Божьих вам благословений мы и дальше молимся о том, чтобы Бог хранил, благословлял и поддерживал каждого из вас. Ну а мы, в свою очередь, продолжаем молиться за то, чтобы прекратилась война в Украине, на Ближнем Востоке, чтобы Христос скорее вернулся на нашу землю, чтобы мы могли в мире покой и еще совершать служение и проповеди Евангелия на этой земле, пока это возможно. Поэтому, пожалуйста, молитесь о тех, кто болеет, кто нуждается в поддержке духовной, кто эмоционально нуждается в поддержке. Есть очень много людей, которые сегодня переживают очень непростые времена. Да, благословит Господь каждого, кто обращается к Богу со своей просьбой. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания, и это Псалом 144, 1-2 стихи. Буду провозглашать величие Твое, Мой Царь, Бог мой, и петь хвалу имени Твоему во веки веков. Буду петь хвалу Тебе каждый день, и славить буду имя Твое во веки веков. Да будет Бог прославлен в нашей с вами жизни. Всего вам наилучшего, дорогие друзья, и до встречи на наших богослужениях. Субтитры создавал DimaTorzok